А все хотят победить, все хотят заработать. Я вот сейчас касаюсь, просто касаюсь вашего поля, и вы можете меня чувствовать. Выглаживаю. У меня вообще все тепло по всему телу. Ну и жесть, раньше показывали по телевизору. Как хорошо, что все это в прошлом. Стоп, такое показывают сейчас? Какие ощущения сейчас? Там тепло. Вот. Все массово здряв. Как часто вы натыкались на что-то в интернете, и не хотели особо копаться в этом? Когда-то давно на ютубе я наткнулся на в свое время вирусный отрывок из какого-то шоу, где лекари творят магическое исцеление. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Есть какие-то ощущения? Ощущение испанского стыда считается? И на тот момент я не придал этой дичи особого значения. Просто посчитал, что это что-то из ряда вон. Но экстрасенсы на телеканале ТДК все еще существуют. Более того, существуют много лет. Канал ТДК. Телевизионный дамский клуб. И похоже, создатели этого канала ненавидят женщин. Или просто считают их тупыми существами. Раз показывают им такую дичь. Если верить телепедии, аудитория канала состоит из 75% женщин и 25% мужчин. В основном это обеспеченные женщины от 16 до 54 лет, имеющие высшее или неполное высшее образование. Мне кажется, после такого само понятие высшее образование должно быть дискредитировано. Дело в том, что на этом канале свою нишу заняли гадалки и экстрасенсы. С программой Тайная станет явным. На самом деле, эти ребята умудрялись находить место на телеке еще в 90-х. А к примеру, в 2004 году могли уверенно рекламировать свои услуги. И как мне нравятся эти шикарные движения рук. Господи! Этот мужик одним своим суровым на серьезных щах взглядом сможет убедить тебя выздороветь. А это что? Она мне пятюню что ли дала? И это просто удивительная передача, которая будто существует вне времени. Просто посмотрите на отрывок из программы 2004 года. Четыре года назад я потеряла свою сестру, двойняшку свою. Ой, кошмар, нужно снимать некротическую связь, иначе вы просто будете гибнуть и гибнуть. Она вас уводит за собой. Сейчас мы снимем, вам легче будет, вот увидите. Так. Ух ты. И 2018. Убираем грыжу. Ага. Работаем, работаем. Офигеть. Шрифт уровня региональных программ 90-х. Они хоть широкоформатными стали, прогресс налицо. Хотя формат видео скорее выглядит искусственно растянутым. Ясновидение, оно есть нескольких видов. Это яснослышание, яснознание. Когда человек вот секунду назад не знал, а вот сейчас вот... Блин, наверное тяжело сурово пояснять за ясновидение, когда твое имя висит над зубной щеткой. Тут можно только посочувствовать. Наташа, а вот можно вразвить в себе магические способности? Нет. Вы знаете, это как мутация, даже вот трудно сказать. Рушан, первый вопрос к вам. Откуда у вас такой дар? Да, откуда у вас этот дар сливаться с хромакеем? У меня отец мусульманин, мама христианка. А, ну да. Глупый вопрос, простите, что спросил. Итак, рассмотрим концепцию передачи. В студию звонят зрители, иногда с понятными проблемами. Я в разводе уже два с половиной года, и меня беспокоит здоровье. А иногда с чем-то довольно мозговоносящим. Ну, что-то у меня линия руки очень короткая, и родинка на левой ладони. И разумеется, такие проблемы легко решаются с помощью прокручивания рук. Так. Но в принципе мой скептицизм, наверное, здесь неуместен. Разве есть повод не доверять ясновидящим? Меня зовут Надежда. Что у вас я вижу, Елена? На уровне вот... Надежда. Ой, Надежда, извините, пожалуйста, на уровне... О, ну круто. Значит, эта дама, которая не в состоянии назвать зрительницу правильно по имени, разумеется, дистанционно видит все ее проблемы. Она имеет крутые способности. Просто у них есть один изъян. Путаница с женскими именами. А в остальном все норм. Иногда даже чудо-способностей на расстоянии было недостаточно. И целительницы призывали приезжать прямо к ним. Братья Бога, приезжайте, я исцелю. Эти все проблемы мне подвластны. Наверное, чтобы вживую услышать вот такие сладостные заклинания. На плечах у раба Владимира стоит за спиной. Сжигаю, убираю, заклинаю. Сойди с раба Владимира. Все дурное на котором сделанное на тело. Боже, челас, проклятие. Женщина. Вы получаете от работы слишком много удовольствия. По сути, структура общения неказистая. Ясновидящая вбрасывает что-то, за что очень легко зацепиться по звонившему, если он вообще не подставной. А почему я вижу темную машину? Вижу темную машину, вот темного цвета. Вы на какой ездите? Я на светлой машине. Если ее вброс не подходит напрямую, ясновидящая просто ищет вариант, куда его подвязать. А руководитель ездит на темной машине, да? Совершенно верно. Вот, вот она связь, вот чувствуете? Понимаете, темная машина это что-то настолько распространенное, что под это легко подвязать что угодно. Да что угодно нашлось бы, что у родителей этого мужика была черная машина или у друга. И при любом варианте, ясновидящая подавала бы это как признак своих экстраординарных способностей. Выходили на ТДК и другие экстрасенс программы. Самая мемесная из них, это, пожалуй, программа «Ваш личный психолог». В эфире передача «Ваш личный психолог». Который нам открыли всю суть основных проблем человечества. Я уже 4 месяца достаточно тяжело болею, почти весь организм уже вовлечен в это все дело. У вас в похоне болит? Вот этот прекрасный мужчина Циден Еши, особо колоритный персонаж, который не сильно чесал языком, а сразу приступал к действиям. Что скажете, Циден Еши? Область таза. Да, давайте пробейте этот канал, Циден Еши, времени мало. А когда все же чесал языком, было видно, что это дается ему непосильным трудом. Ну вот, ваше помещение надо очистить. И дальнейшее, да, очищение также вас и гены, больше всего. Ну, можно создать фундамент, да, на рабочий, рабочий фундамент, скажем, да, создать. Создать и на это создать там. А посмотрите на местную командную работу. Очень сильный негатив. Великолепно! Но в свое время главным героем, конечно же, стал Алмаз Индиго со своей фразой про гномика. Там сидит сущность в виде гномика. Но пока многие угорали со всего этого, кому-то было совсем не до смеха. Пенсионерка из Саранска перечислила 467 тысяч рублей телевизионным целителям. Во время очередного просмотра передачи «Ваш личный психолог» на канале ДДК, она решила позвонить по указанному на экране номеру и понеслось. Экстрасенсы с ТВ обманули зрителя на 600 тысяч. В общем, такого было немало. Если ты звонил по указанному номеру, то тебе могли перезвонить с предложениями услуг уже вне эфира. И все, чтобы сосать еще больше денег. И вот в какой-то момент некоторых экстрасенсов так и осудили. Одних на этой неделе уже посадили. Все новости, первый, второй канал это показывало. Сообщники заключили договоры на трансляцию на телеканале Телевизионный Дамский Клуб. Обо всех подробностях зрителям программ «Зеркало жизни» и «Ваш личный психолог» предлагалось узнать по указанным злоумышленниками телефонам. На звонки обратившихся клиентов отвечали операторы из офисов. Они убеждали клиентов оплатить лечение и сообщали сведения о лицах, на имя которых было необходимо перечислить деньги. Мнимые целители также повторно звонили клиентам, уже обратившимся за их помощью, и угрожали, что в случае отказа от лечения наступит осложнение и неминуемая смерть. Кроме того, во время прямых эфиров на ТВ, маги звонили подставным пациентам, которые рассказывали о положительных результатах лечения. В общей сложности они обманули 107 человек, перечисливших им более 8 миллионов рублей. После всей этой шумихи, программа «Ваш личный психолог» сгинула. Но тайное станет явным все еще на месте. Судя по всему, со временем, от происходящего стал сходить с ума режиссер всего этого действия. По крайней мере, мне так кажется, смотря на вид программы в 2018 году. Во-первых, какой-то мастер вырвиглазного дизайна решил сделать это извращение с цветами. На это просто больно смотреть, особенно на эту требуху по бокам. Во-вторых, эти мигания надписи про прямой эфир и номер телефона просто бесят. Такое впечатление, что уже даже люди, работающие над программой, делают все, чтобы это, наконец, перестали смотреть. Всеми доступными способами. Однако местный магический состав, похоже, натренировал скилл за все эти годы. У меня болит желудок сильно и спина. Скажите, полегче стало? Да, да. Это было самое мгновенное исцеление на свете? Вы решили на мировые экстрасенсорные рекорды претендовать? Короче, даже если абстрагироваться от содержания программы, смотреть это стало невозможно просто по картинке. Тем не менее, раз эта штука живет, то ее смотрят. И я еще могу как-то понять людей 90-х, на которых хлынул новый информационный поток, и они наивно верили всему, что не лень. Но, блин, 2018 год на дворе. Неужели движение ручками еще производит на кого-то впечатление? И помните, что если вы хоть один раз им заплатили, и они тут же обратятся для того, вас будут заставлять платить дальше. Эти мошенники есть еще, к сожалению, их много. Ну а с вами был Акр. Подписывайтесь на канал, если вы тут в первый раз. Не стесняйтесь кидать мне всякую телевизионную дичь в личку ВКонтакте. Ссылка на профиль в описании. И вступайте в мою группу ВКонтакте. А также подписывайтесь на Инстаграм. В день выхода ролика вас ждет трансляция на канале, где мы можем пообщаться. Но еще там всякая дичь происходит, да. Всего хорошего, и я надеюсь, у меня когда-нибудь будет такое же классное звание. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях прорицатель, ясновидящий, знахарь, ведун, цевитель, магистр, янтарной звезды и маг, единственный представитель бриллиантовой расы на земле, алмаз. Кайф! Если вы не смотрели мой ролик про вредные привычки мультяшек, то жмите по аннотации.